всех приветствую в этом видео хочу показать полезный для радиолюбителей девайсов сумматор лучей сигналов потребность в использовании данного девайса возникает когда нам необходимо например к одному приемнику подключить и антенны вот либо наоборот а например с передатчиков там с его мощного выхода нужно сделать ответвление к неру там на разные какие-то каскады может быть усилители может быть антенна то есть девайс может в обратную сторону работать подаем сигнал на выход и получаем разделенные сигналы значит на двух его входах вот так же данный девайс используется при проведении измерений параметров например радиоприемников когда требуется использовать в замерах два генератора значит один генератор подается тогда значит на вход а второй генератор доход бы схема элементарная стоит из одного очень трансформатора и трех резисторов трансформатор сделан на ферритовом кольце я покажу как все устроено вот так у меня это все получилось значит сделал коробочку из шести впаял в нее сама соединители внутри я разместил все элементы резисторы смд резисторы значит сам трансформатор значит и закрепил трансформатор соплей из термоклея сверху одевается крышка и давайте посмотрим на параметры о разделение между каналами а точнее между входом а и входом б и само затухание в каждом из каналов его так для замеров используя прибор на на вна который подключил ходом сумматора значит на выход поставил резистор 10 том вот и посмотрим давайте на изоляцию каналов видим что на нижних частотах она падает потому что трансформатор не сильно подходит для низких частот его нужно переделывать или материал менять или большее количество витков в обмотках делать вот и значит изоляция падает с ростом частоты ну я сказал бы так что этот девайс он конкретно этот экземпляр он рассчитан для работы на коротких волнах до 20 миллилитров поэтому параметр нормальная получаем изоляцию между входами не хуже чем минус 40 децибел выясню почему этот параметр может быть важен ну например в случае с измерениями когда делаем замеры с использованием клуб генераторов может быть такое что один из генераторов при больших уровнях сигнала может вызывать интермодуляцию в втором генераторе измерительно вот у меня такой случай реальный был делал замер динамического диапазона по интермодуляции третьего порядка для радиостанции значит и оказалось что один из генераторов влиял значит на характеристики сигнал другого из генераторов вот и в итоге выходной сигнал ну или сигнал скажем-то в измерении был некорректный ну вот и давайте еще посмотрим значит на характеристику о затухание в каждом из каналов осмотры схема подключения при этом у нас изменилась подключил нужным образом провода прибора на на вна вот мы посмотрим давайте затухание в одном из каналов получаем на уровне минус 5 и 9 децибела и по графику она примерно одинаковые на всех частотах до 50 мега герц выносит случились поцепил еще и теперь сделаю научный замер для другого канала собрал схему для второго канала и получаем величину по затухание минус 5 8 децибела на первом канале было причина 5 и 9 децибилов сумма тоже сделан довольно симметрично разница в одна десятая децибила хорошая величина и говорит о том что нам какие-то уровни величины подгонять при поведении допустим измерения не придется итак сумматор собран проверим измерим теперь этот его можно закрывать крышкой крышка сделан из такой жести и крышка нужно в принципе как весь корпус металлический дают включение хорошей гранировки защита от излучения сигналов бывает такое что при измерениях надо провести какой-то сигнал допустим конца относительно большим уровнем и нужно чтобы этот сигнал начать не проникал особо цепи допустим измеряемого устройства вот или например на особые сигналы наоборот не наводились какие-то внешние и наводки и помехи от другой аппаратуры в этих целях сделано гранирование спасибо за внимание спасибо за внимание